Здравствуйте! Совершенно неожиданно для себя сама я решила открыть еще дополнительную восьмую экспозицию, посвященную пробникам. Пробникам у меня много, и может быть я бы и не задевала рассказ о них, если бы не желание знакомиться с новинками, которые у меня постоянно появляются. Пробники есть у меня разных категорий, есть подороже, есть обычные сетевые ароматы. Но сегодня у меня пополнение, и мне захотелось рассказать об аромате, который я купила, пробник которого мне пришел с Север Хер Тюмеза. Ну и в соответствии с тем, что у меня есть этот флангер, то и рассказать и об оригинальном аромате Север Хер, посвященном ароматам лихорадки. Это ассоциация с лихорадкой субботнего вечера, конечно. Ароматы, посвященные страсти, каким-то всепоглащающим желаниям. По крайней мере, так они заявлены. И, в общем-то, есть для этого обоснование, поскольку оба эти ароматы являются ароматами пряными. Очень много острых нот, много пряностей. Поэтому, в общем-то, такие пряные ноты, они всегда считаются фродизиаками. Поэтому такое апеллирующее к сексуальности название абсолютно оправдано в данном случае. Первый аромат был выпущен в 2015 году с Север Хер. И парфюмером являлся Винсент Шале. Это человек, который нам уже известен по ароматам Эмбер Эликсир и Веларе Форева. Ну, также он работал с компаниями Ритуалс, Максмара, Балда Сорини и некоторыми другими брендами. Можно увидеть, что вода эта достаточно концентрированная, парфюмерная. От такого цвета, темно-оранжевого. Пузырьки плохо видно, но они есть и достаточно хорошо там себя чувствуют. Достаточно долго поднимаются в поверхности. Я хочу сказать, что сразу же, когда я познакомилась с этим ароматом, я поняла, что в любимцы мои он не попадает. За счет того, что здесь есть лакрица, которую я не очень люблю, и имбирь, которым тоже отношусь достаточно прохладно, как к парфюмерной ноте. Но сама сборка аромата мне понравилась. Он интересен, звучит приятно. Относится к сладким пряным запахам. Чувствуется прекрасно в нем остринка. И что-то было в этом аромате такое, что вызывало у меня воспоминания о классических французских духах. Несмотря на то, что для них не характерно использование пряностей, но какая-то изысканность у этой парфюмерной воды. По крайней мере, в версии пробника. Я не знаю, как это будет выглядеть, если нанести на себя полный объем. В виде плодинника этой воде присуще определенное благородство звучание. Такая изюминка, изысканность. Раскрывается нотами бергамота, черной смородины и розового перца. Бергамоту и черную смородину я люблю. Я привыкла больше к корду грейпфрут, черная смородина. Но бергамот добавляет искринки к старту. И розовый перец, который на старте тоже присутствует, он добавляет пряности и легкой щекотки в носу. Поэтому старт достаточно колкий, но смягчен черной смородиной. Это такая ассоциация с женщиной, которая может быть острана язык, но в то же время у нее мягкий характер, приятный. Раскрывается нотами имбиря. И имбирь я здесь хорошо ощущаю. Такая характерная пряно-холодная кислинка имбирная. Яблоневый цвет. Яблоневый цвет я слышу буквально в первые несколько минут, но он действительно узнаваем. Затем же раскрывается нота сливы Мирайбель. Я этот сорт не знаю, но аромат по сути становится более сладким. Заполняется такой легка уловимой фруктовой сладостью. Нельзя сказать, что он пахнет сливой. Ни в коем случае. И также здесь присутствует и ланг-и-ланг, но он, будучи сладкой нотой, не перебивает все остальные компоненты, а создает такой приятный сладкий фон, на котором звучит перец и имбирь. В базе аромата сандал, лакрица, черный лакричник и ваниль. Ну, действительно, лакричные ноты ощутимы. Не скажу, что их очень много. Но и кто не любит лакрицу, для тех может стать помехой. Ну, это такая специфическая лакричная нота. Она просто вливается в хор из имбиря и розового перца. Ну, а сама база приобретает такой мягкий слевого-сандаловый с ванильным акцентом запах. Ну, смягчается, соответственно. Пряность тоже пристает быть колкой. Становится просто нежной, специевой. И звучит достаточно стойко, достаточно громко. Ну, часов девять, в общем-то, этот аромат вполне ощутим. Ну, не знаю, насколько велик шлейф при использовании в полном объеме. Но мне кажется, что должен быть, судя по изучению пробника, достаточно выражен. Новинка, которую я получила, она представляет собой очень хороший образец фланкера. Ну, мы видим, что окрашено в такой бледно-розовый цвет. Пузырьки есть. Ну, так, среднее время жизни. Не могу сказать, что хороший показатель в случае с пузырьками в данном случае. Фланкер вписывается в концепцию оригинального аромата. Автором композиции была Натали Лорсон. Она нам знакома по ароматам Люсия Брайтаура, Экла Викенд и Экла Фам Викенд. И также по струничеству с брендами Мюглер, Дживанши, Труссарди, Версачи и Лолик. В частности, я не устою повторять, что именно Натали Лорсон создала аромат жемчужины Лолик. Это прекрасный запах, очень достоверный аромат камфоры с нежной-нежной розой, которая из-под этой камфоры пытается пробиться. Что сказается до нашей парфюмерной воды, то она раскрывается нотами красно-смородинового сорбета, кункватов и ананаса. То есть мы видим, если в оригинале была черная смородина, то у фланкера сорбет красно-смородиновый. И действительно на старте очень достоверная красная смородина слышна. Вместо бергамота кункват, ну и ананас на правах такой экзотики, в отличие от слива Мирабель, которая была в оригинальном аромате. Старт сладкий, но кислинка смородины узнаваемая и такие специфические фруктовые ноты ананаса и кунквата. Далее раскрывается сердце аромата. Сердце у нас острый перец пимента вместо обычного розового перца и имбиря. Жасмин вместо яблоневого цвета. И персик вместо сливы. Персик действительно здесь есть, но такой ненавязчивый. Я бы сказала, тоже кожура персика. Перец пимента очень пряный, но я не слышу той остроты, которую обычно придает композиции перец розовый. И жасмин тоже слышен, но он здесь создает фон, не перебивает остальные ноты. База, сандал, лабытонка и маршмеллоу. По сути, вот эта сладость аромата пряная. Пряность немножечко затихает и появляются слегка гурманские аккорды. Приятные, сладкие, немножечко карамельных нот. Топово тонко. Немного сладости маршмеллоу. Аромат очень интересный, мне понравился. Покупать не буду, потому что сладкий, но не приторный. Я бы сказала, что вот эта пряность перца пимента, своеобразная, очень приятная. Мне кажется, для любителей пряных нот будет интересно. И старт порадовал, сорбет хороший, фрукты экзотические. Поэтому линейка многообещающая. Ну, жаль, что я не любитель таких ароматов. Но, мне кажется, на них стоит обратить внимание, особенно если вы любите сладкие пряные ароматы и специевые ароматы в том числе. Ну, там всем желаю приятных впечатлений от ознакомления с данной линейкой и с новинкой. So, save a hard to guess.